МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выступил член Союза писателей Казахстана Мирхан Агдалет-Улы. До этого объявил Ельбасе, значит, политическая реформа, экономические обновления, да, все это хорошо, но он сам говорит, что без духовного обновления, то есть изменения лучших качеств, лучшую сторону нации, народа, вот это все невозможно, потому что это является основой основы. Основой основ является человек, его суд, нутро, скажем так. И, образно говоря, об этом идет речь. Известный политолог Алтай Тайжанов, также принимавший участие в обсуждении новой статьи президента, отмечает необходимость формирования новой общенациональной идеи. Как утверждает общественный деятель, советская коммунистическая идея изжила свое и провалилась вместе с развалом СССР. Но на ее смену долгое время политическая элита бывших советских республик ничего подходящего предложить не могла. Во многих странах СНГ попытки самоопределения вылились в радикально националистические взгляды. Казахстан должен идти другим путем. Наш народ отличается своим менталитетом. Об этом теперь уже, я думаю, весь мир знает. Как открыть широкодушие, гостеприимство и так далее. Однако, как подчеркивает президент, в современном мире нам модернизировать общество невозможно без изменений привычек и стереотипов. Исходя из этого, нам необходимо знать свое национальное и личное богатство, уметь использовать экономно и, соответственно, правильно планировать свое будущее. Но самое главное, по словам Алтая Тайжанова, это определение приоритетов, ценностей нашего общества. Человек, а не ископаемые ресурсы должны быть самой главной ценностью Республики Казахстан. По утверждению президента, открыть сознание означает, по крайней мере, три ее особенности. Во-первых, это понимание того, что творится в большом мире, что происходит вокруг твоей страны. Во-вторых, это готовность к переменам, которые несет новый технологический уклад. В-третьих, способность перенимать чужой опыт, учиться у других. По словам Алтая Тайжанова, в статье указывается, что президент объявил о третьей модернизации Казахстана с целью обновить политическую реформу и модернизацию экономики. Все это делается для того, чтобы войти в тридцатку самых развитых стран мира. Но для этого нужно изменить национальное сознание, изменить себя, адаптироваться к новым условиям, быть конкурентоспособным, прагматичным, знать языки, быть открытым обществу, но при всем этом не забывать свои корни. Национальный дух должен вечно оставаться с нами. Глава государства приводит в пример мудрость Абая, Перо Ауезова, Куи Хурмангазе. Вечный дух Арваха – это только часть нашей духовной культуры. Духовная культура является духовным кодом нации. При потере этого кода не будет возможности никакой модернизации нашей страны. Вот почему нужно сохранить национальную идентичность. В своей статье глава государства подчеркивает, мир начинает новый исторический цикл, поэтому важно сконцентрироваться и адаптироваться к новым условиям, взяв лучшее из того, что несет в себе новая эпоха. Нурсултан Назарбаев отмечает, не только отдельный человек, но и нация в целом имеет шанс на успех, только развивая свою конкурентноспособность. В то же время, по словам Алтая Тайжанова, основной задачей научных и творческих кругов становится подготовка трудов мировоззренческого характера, позволяющие формировать молодое поколение, готовое противостоять вызовам времени. И эти труды должны нести в себе задачу сохранения культурного кода нации. Глава государства поручает соответствующим органам создать все условия для укрепления социально-гуманитарных кафедр высшего учебного заведения, сохранить и усилить такие дисциплины, как история, политология, социология, философия, психология, культурология и филология, которые станут основой формирования духовной жизни развитой личности. Ибо невозможно представить конкурентноспособного специалиста, который не знает свою историю, не понимает политику своего государства, не может сформировать знания о социальной структуре общества, не обладает соответствующим мировоззрением и чистотой языка. В ходе обсуждений делегаты встречи пришли к единому мнению, что именно сейчас наше общество должно быть готовым к переменам, уметь быстро перенимать чужой опыт, учиться у других, быть открытым к новым реалиям и не останавливаться на достигнутом. Мы должны развиваться и идти в ногу со временем. У нас есть уникальный шанс воплотить новые идеи в жизнь и построить свое будущее таким, каким мы мечтаем его видеть. Это была рубрика подробностей, и я ее ведущий Антон Пережогин. До встречи.